Копилка тхэквандиста Магомеда Тикеева пополнилась еще одной бронзовой медалью, привезенной с первенства России. Даже получив на соревнованиях травму, он не оставил республику без награды. С призером России Магомедом Тикеевым и его тренером, президентом федерации тхэквондо, ITF Арсеном Чагаровым встретилась Алла Динаева. Для имеющего волю к победе спортсмена, даже серьезная травма руки не препятствие, чтобы завоевать призовое место. Это доказал Магомед Тикеев, который достойно представил нашу республику на первенство России по тхэквондо, ITF Бурятии. На днях оттуда он вернулся домой. Я был в Бурятию, в столицу республики Улан-Удэ, вместе с тренером. Изначально мы, конечно, ехали за путевкой в Италию, за вторым и первым местом, чтобы отобраться в сборную. Но потом, в первом раунде, первого боя, я сломал руку, палец на руке. И я знал, что без призового места мне уезжать нельзя, потому что в такую дальнюю поехали. И, чтобы совсем не разочаровываться, до третьего места дошел. Адалев в начале сильного соперника из Бурятии, уже со сломанной рукой Магомед во втором раунде встретился со спортсменом из Москвы, а в полуфинале с бойцом из Новосибирска. С последним я встречался в 2017 году в Санкт-Петербурге. Тогда выиграл поединок и завоевал путевку на чемпионат Европы, рассказывает Магомед. А на этот раз спортсмен из Новосибирска взял реванш и в итоге Тикеев стал бронзовым призером. Достичь такого результата было довольно сложно, и это понятно, ведь для участия на первенстве России допускаются только обладатели черных поясов по тхэквондо. Магомед давно тренируется, около 5-6 лет. Этого срока достаточно для умного, сильного спортсмена, чтобы достичь высот черного пояса первого дана в тхэквондо. Тем более без этих регалий, без этого пояса, без первого дана, он не был бы допущен до соревнований, до первенства России. Поэтому он идет поэтапно, не только до определенного первого дана, но еще до выступления, до представления России, республики на серьезных соревнованиях. В копилке у юного спортсмена Магомета Тикеева немало наград, которые он завоевал на соревнованиях российского и международного уровня. Самой ценной он считает медаль с чемпионата Европы в составе сборной России. В апреле 2017 года он стал бронзовым призером в Лондоне. На тхэквондо Магомета привел отец, и этот вид спорта ему очень понравился. Благодарен молодой спортсмен своему наставнику Арсену Чагарову, ведь именно он воспитывает в юноше принципы корейского боевого искусства, честность, настойчивость, самообладание, неукротимый дух, почтительность. По два часа, пять раз в неделю Магомет занимается тхэквондо, и это не мешает ему успевать на отлично в школе.